Лазерные резаки и 3D-принтеры в сельские школы. В более 40 образовательных учреждениях Чуваши откроют новые просветительские пространства под названием «Точки роста». На создание одного центра направлено порядка полутора миллиона рублей. Сейчас в школах, которые выиграли грант на создание таких образовательных центров, доделывают ремонт и завозят оборудование. Наставники этих центров проходят обучение. В Чуваксарском детском центре «Квантуриум» уже несколько дней идет образовательная сессия. Сельские педагоги со всего Поволжья разрабатывают кейсы, в которые вписывают работу с новыми для них и школьников технологиями. Учили нас многому, большое количество информации, вот как будто просто прыжок в космос. Но я вообще люблю учиться. Совсем пока еще непонятно, как это мы будем детям все преподавать. Новое оборудование уже поступило, но мы еще с ним не познакомились, потому что поехали сюда. У нас школа сельская, ремонты, так скажем, не часто происходят. Нам отремонтировали два кабинета, то есть все супер там окна вставили, все. Я в первую очередь этому рада. Я рада, как учитель информатики, потому что новый комплект компьютерного оборудования. У меня старые компьютеры с 2007 года. Дисплей, большой панель. В программе образовательной сессии запланированы мастер-классы по семи направлениям. Виртуальная реальность, аэро, гео, информационные технологии, промышленная робототехника, дизайн и хай-тек. Все знания, теоретические и практические, педагоги будут применять на местах в обустроенных по последнему слову технике кабинетах технологии. К слову, в этих классах не будет привычных парта и стульев. То, что кабинеты будут обновляться, даст толчок какой-то к развитию технологий. Кроме того, мы, конечно, хотим круто инженеров воспитывать, однозначно, и нам их необходимо вырастить. И в сельской области тоже. Зависит это от педагогов, от того, насколько круто они смогут проектную деятельность там развернуть, насколько грамотно повернуть детей от образования традиционного к выучиванию какой-то информации или выполнению лабораторных работ, к моменту, когда дети будут проектировать и планировать эксперименты сами.